Здравствуйте! В этом выпуске я расскажу, как значительно сэкономить и обеспечить безопасность насосному оборудованию при организации системы водоснабжения в загородном доме. С 2008 года российский производитель бытового насосного оборудования «Енипап» начал разработку уникальной линии продукции «Акваробот», в которой вошли блоки автоматики «Турби» и «Турбиэм». Мы прошли долгий путь от разработки, внедрения и до популяризации данной линейки. В настоящее время блоки «Турби» и «Турбиэм» широко востребованная продукция, которая известна не только в России. С помощью блоков управления водоснабжение загородного дома становится прежде всего комфортным, надежным и доступным. Кроме того, вы значительно экономите, так как блоки «Акваробот» разработаны и произведены в России и имеют ценовое преимущество перед западными аналогами. Но самое главное, данные блоки позволяют организовать управление насосом в автоматическом режиме и защищают насос практически в любой аварийной ситуации. А вариации здесь могут быть различными. Сухой ход, колебания уровня воды в скважине, заклинивание рабочего колеса насоса, скачки давления, воздух в системе, утечки в магистрали, низкое напряжение в электросети и прочее. Перечислять их можно бесконечно. Как же работают данные блоки? Компактный блок «Турби» представляет собой датчик потока для любых типов насоса. То есть главная его функция – обеспечить защиту от сухого хода. А внутри датчика встроена турбина с лопастями. И на каждой лопасти расположены магниты, которые в свою очередь взаимодействуют с герконовым датчиком. Встроены в корпус. Под действием потока турбина начинает вращаться. Идет замыкание с герконовым датчиком и сигнал на включение – микропроцессорный блок. Поток прекратился и идет сигнал на отключение. Такая совершенно простая для понимания и тем не менее самая надежная защита от сухого хода. У «Турби» есть также чувствительность к потоку. Составляет она 2 литра в минуту. Вы можете его использовать как самостоятельно, так и с другими видами автоматики. К примеру, с реле давлением. В таком случае лучше его установить после насоса, перед реле. Используя «Турби» самостоятельно, вы получаете автоматическую систему водоснабжения. Устанавливаем «Турби» после гидроаккумулятора, включаем насос в сеть и «Турби» запускает насос. Если поток более 2 литров в минуту, «Турби» включает насос. Глоб будет продолжать работать, пока поток в системе не прекратится. Тогда «Турби» с 12-секундной задержкой отключит насос. «Турби» стал особенно популярен для использования в системах водоочистки. Его устанавливают как пусковое устройство для компрессора в системе обезжелезивания воды. Продолжает серию полезных разработок блок автоматики «Турби-М». Здесь, помимо датчика потока, той самой турбины аналогичной конструкции «Турби», предусмотрен контроль по порогам давления. «Юнипам» предлагает две модели в зависимости от функциональных потребностей. «Турби-М1» и «Турби-М2». Так, модель «Турби-М1» имеет только нижний порог давления. Осуществляет управление насосом по потоку или минимальному порогу давления. А «Турби-М2» управляет насосом по нижнему и верхнему порогам давления и по потоку. Причем модель «Турби-М2» имеет четыре заводских модификации с разными установками порогов давления. От 1,5 до 3 атмосфер, от 2 до 3,5 атмосфер, от 2,5 до 4 атмосфер и от 3 до 4,5 атмосфер. В случае возникновения аварийных ситуаций в системе водоснабжения, к примеру, сухой ход, блок управления производит пробные перезапуски с разным интервалом времени. Сначала через 1 минуту, далее через 5 минут, потом через 20 минут, потом через час, далее через 12 часов и так до суток. Через 24 часа блок станет в окончательную аварию. Чтобы его перезапустить, достаточно просто выдернуть его из сети и снова подключить. При появлении воды во время любого из пробных пусков, блок в автоматическом режиме запускает насос. «Турби-М1» и «Турби-М2» предназначены для управления насосами мощностью до 1,5 кВт. «Турби-М1» подходит для поверхностных самовсасывающихся насосов с напором до 60 метров, либо для погруженных насосов, напор которых от зеркала воды не превышает 6 атмосфер. В случае, если этот показатель выше, рекомендуется использовать «Турби-М2», так как в нем предусмотрен уже и верхний порог давления. Здесь представлена одна из версий модели «Турби-М2». Блок имеет нижний порог включения, заданный производителем на уровне 1,5 атмосфер, при котором насос включается. А отключение произойдет по верхнему порогу давления с 30-секундной задержкой. В условиях нестабильной экономической ситуации, а также импортозамещения, блоки «Турби» и «Турби-М2» будут особенно актуальны. И несмотря на такое обилие функциональных возможностей и преимуществ, стоимость блоков совсем невысокая. А качество подтверждено значительным спросом на продукт и низкими показателями брака. За сравнительно небольшой срок «Акваробот» приобрел широкую известность и поклонников как среди монтажных организаций, так и у конечного потребителя. И приоткрывая завесу производственных тайн, «Юни-Пам» перешел к тестированию новой версии «Турби-Пресса». Да, тот самый инновационный блок автоматики, уже полюбившийся многим. Причем в новом блоке датчик потока будет исполнен совершенно по-другому. Турбину с магнитами заменит новое решение. Но об этом уже в другом выпуске. С заботой о вашей системе водоснабжения «Юни-Пам». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова